В Уфе продолжается строительство моста через реку Белую в створе улицы Воровского. По словам представителей подрядчика, все работы выполняются в срок, а что-то делается даже с опережением. Сейчас здесь формируется вот такая вот насыпь. Она нужна для того, чтобы строительство моста не прекращалось даже с началом паводка. Работы начались в июле 2019 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На мосту планируется организовать одностороннее движение в три полосы в направлении аэропорта. Стоимость проекта оценивается в 3,5 миллиарда рублей. На сегодняшний день ведутся одновременно работы на 6 и 7 опор. На 7 опоре работы планируется начать приступить в конце года, когда будет произведен вынос коммуникаций. На 5 и 6 опор в полном объеме произведено сооружение свайного фундамента. На 5 опоре русловой свайные фундаменты произведены на 30%. И в настоящее время ведутся работы по сооружению монолитной части железобетонных опор. По проекту металлическая вставка нового моста разместится на 7 опорах. Его длина составит 680 метров. Подход к каждой опоре индивидуален. У нас две опоры, получается, береговых. Это первая и седьмая. Вторая, третья, четвертая, пятая. Соответственно, они попадают в русло. И заложение фундамента на уровне грунтовых вод проходит. Соответственно, когда ведем работу, приходится забивать шпунтовое ограждение для того, чтобы не было подмыва. Стены котлованы постоянно качаем воду, что очень проблематично, особенно в зимний период сейчас будет. Когда-то на месте, где сейчас ведутся строительные работы, стоял деревянный понтонный мост. Поэтому при возведении нового сооружения строители встречают сюрпризы в буквальном смысле на каждом шагу, что усложняет работу. При сооружении фундаментов на каждой опоре были дополнительно произведены земляные работы. Откапывался котлован и расчищалось основание. Потому что встречались и старые железобетонные конструкции, оставшиеся при строительстве моста 1993 года постройки, 1953 года. И также попадались и извлекались деревянные сваи моста довоенных годов построек, которые были здесь первоначально мостом. Работы разделили на два этапа. Первый – это непосредственно возведение нового строения. Он займет три года, а вторым этапом станет реконструкция старого моста. Здесь планируется заменить пролетное строение и перестроить одну из опор. В прошлом году его уже ремонтировали, но, по мнению специалистов, этого хватит лишь на 2-3 года. Поэтому первостепенной задачей сейчас является возведение именно нового моста. Анастасия Ходик, Руслан Габидулин, городской телеканал ЮТВ.